Получать тепло и электричество из отходов планируют в Приморье. Сеть производства термической утилизации отходов может появиться в Крае уже в ближайшем будущем. Сейчас разработан план по строительству трёх таких заводов. Каждый из них способен утилизировать минимум 100 тонн мусора в сутки. Особенно актуальными такие производства будут для северных территорий Края, ведь там тариф на электроэнергию датируется. Возможно, заводы будут отечественного производства, ведь пока что равных в этой отрасли нам нет. Другое дело, что и таких заводов в России пока тоже нет. Я лично буду поддерживать именно российские, если они конкурентоспособны на самом деле. А ведь проверим это, и всё, и если это так, то почему нет? Мы всегда как-то стыдливо к этому относимся, а не надо стыдиться. Вторым по списку, но не по значению, стал вопрос целевого использования сельхозугодий. Дело в том, что нерадивые фермеры зачастую берут в аренду земли, но никак их не используют. Этот вопрос глава региона поднял ещё в мае. Сейчас результаты хоть и небольшие, но уже есть. В край идут постоянные проверки. Если поле поросло бурьяном и покрылось кочками, то такие земли изымаются из оборота. Скоро их начнут отдавать добросовестным арендаторам. Желающих много. Механизмы эти мы на следующий год запустим прямо с весны. И процедуры изъятия по крупным массивам начнём. Потому что масса инвесторов, желающих работать на территории края, ждут от нас реальных действий по вовлечению земель, неиспользуемых в оборот. Помогать бороться с нерадивыми арендаторами будут и высокие технологии. Уже сейчас сельхозугодия восьми районов края полностью просматриваются из космоса. В следующем году мониторинг распространится и на другие территории Приморья. Александр Шедловский, Максим Малыгин. Панорама.